Добрый день, меня зовут Аделина Абдрахманова и сегодня у нас в эфире КФУ Лайф. Сегодня в рамках программы мы поговорим о поступлении в институт инженерный Казанского Федерального Университета. В прямом эфире на ваши вопросы ответит директор инженерного института Наил Файкович Кашапов. Добрый день, заместитель директора по образовательной деятельности Елена Сергеевна Каратаева и заведующий кафедрой энергобезопасности на базе ООО Инженерный Центр Энергопрогресс Ильдар Рамирович Калемулин. Добрый день. Итак, вступительное слово о вашем институте. Наил Файкович, вам слово. Спасибо. В принципе, я так понимаю, конкретно по поступлению и так далее вопросы будут заданы в дальнейшем. Я просто хотел отметить и остановиться на том, что такое инженерный институт и кого мы готовим вообще в целом для нашей промышленности. Потому что, сами понимаете, Казанский Федеральный Университет это классический университет, который был создан, как говорится, в 804 году, еще и занимался подготовкой кадров. То есть был как единственный вуз по высшему образованию вообще, скажем, в нашем регионе. Соответственно, необходимо было добывать фундаментальные знания. Этим занимаются у нас многие институты. Значит, институт физики, институт химии, например, институт биологии. То есть эти вещи были давно. Дальше появлялось развитие науки, приводило к необходимости развития техники. Эта взаимосвязь шла, допустим, ну, придумали, допустим, открыли какой-то химический элемент, да. Теперь уже придумали различные виды химической реакции и после этого создали, например, там, первые аспирины и так далее. Для этого походило много времени, но для создания этого нужно было изготовить определенные приборы, там, пробирки тогда были, допустим, да, определенный технологический процесс, его соблюдать, и чтобы уже можно было получить необходимое там химическое какое-то лекарство. А сейчас время очень сильно сжалось. Мы знаем, да, вот, допустим, кто моего возраста прекрасно знает, что мы стояли в очереди, чтобы получить аппарат, телефонный аппарат, чтобы провести домой, который шел по кабелю, а сейчас у нас у каждого есть, значит, сотовый телефон. И многие отказались от своих домашних телефонов, которые были раньше. То есть, понимаете, это произошло буквально за какие-то 30 лет, да. Ну, то есть уже очень большой скачок. Если бы было как раньше, мы бы сначала изучали, как было раньше, открыли радио, да, изучали электромагнитные волны, и потом, когда только электромагнитные волны были открыты, когда, а Попов изобрел радио, когда. Очень большой промежуток времени. А сейчас современных в мире жизни так устроено, что фундаментальные исследования, которые мы получили сейчас, сейчас же должны быть внедрены и в практику. Сами понимаете, например, у нас эти сотовые телефоны, да, у меня первый сотовый телефон был, он как кирпич размером, скажем, да, чтобы позвонить, я должен был на лестнице подняться на крышу, если из деревни звонил, допустим, в город. То есть, а сейчас мы видим жидкокристаллические экраны, соответствующие уже, или, допустим, поверхность экранов не царапается, теперь камера все меньше и меньше размером, да, мощность самих аккумуляторов опять-таки выросла. Все это за очень короткое время, понимаете? И вот инженерный институт направлен на то, чтобы, зная, работая в университете, зная фундаментальные исследования, которые ведутся у нас в университете, их уже быстро адаптировать ко внедрению. И вот отсюда вся задача, допустим, инженерного института. То есть надо знать очень хорошо физику, химию, там, допустим, даже биологию, потому что у нас есть, значит, кафедра биомедицинской инженерии, да, то есть знать все это, фундаментальные составляющие, знать, как это, сделать технологию, материал, и как это быстрее довести, внедрить производство. И поэтому вот у нас так и есть, скажем, вот мы представили, значит, зам по учебной работе, которая организовывает именно организацию учебы, да, то есть у нас есть, скажем, кафедра технической физики и энергетики, которая занимается фундаментальными исследованиями и работает с институтом физики, то есть она ведет обучение в рамках уже такого объема, как и в институте физики, но еще с техническим уклоном. И есть, допустим, кафедра, вот была представлена базовая кафедра энергопрогресса, так, где уже непосредственно энергопрогресс работает на предприятиях, и уже эти достижения исследований уже должен внедрять. То есть никак нельзя разделить это по времени. Вот исходя из этого построен весь образовательный процесс у нас в инженерном институте. Вот если кратко, для чего мы существуем, еще хочу сказать другое. Вот, например, опять-таки, все знают, допустим, радио было изобретено по ПОМ, это мы знаем, да, но за границей в запатентованном Арконе и так далее, да. А что, в чем суть? А у нас есть, пожалуйста, мы обучаем, у нас есть магистратура по интеллектуальной собственности. Это одна из единственных, это единственная магистратура по техническим наукам в Российской Федерации. То есть юридически, допустим, как защищать права патентные, эти вещи ведутся, а как технически все это организовать, это есть только в нашем университете. И у нас есть такая магистратура. А чтобы в этой магистратуре учиться, конечно, нужно проходить, можно учиться в институте физики, они к нам приходят, но участь и у нас, в технической физике, они уже, и участь, допустим, на базовой кафедре, они понимают, как это защитить и как это нужно внедрять у себя на предприятии и знают, какие фундаментальные вещи есть, которые еще не знаем, как внедрять, но их надо обязательно патентную защиту провести и тоже себя, значит, чтобы иметь на это права, чтобы потом никто не сказал, что, видите ли, там типа Кулибин у нас этот изобретатель, а Эдисон там, значит, все права имеет, да, то есть он предприниматель. То есть вот эти все вещи у нас получается, мы как раз и изобретатели, и предприниматели, а для того, чтобы все это знать, нужно обязательно фундаментальные знания. Вот как я сам уже зав. кафедра технической физики и энергетики, вот я именно эту часть в большей степени, то есть мы рассматриваем, как фундаментальные исследования через кафедру, допустим, базовую, у нас есть еще кафедра биомедицинской инженерии, на которой тоже, опять-таки, мы должны уже в медицине внедрять достижения тех же физиков, тех же, значит, и энергетиков, да, плюс, скажем, у нас еще кафедра управления качеством, то есть она должна качественно организовать процессы на предприятиях, чтобы предприятия могли использовать фундаментальные знания. То есть вот именно получается, что в нашем институте можно найти, скажем, обучиться и освоить именно все аспекты из людей, которые будут связаны, допустим, вот, ну, скажем так, начиная от промышленности, от энергетики, да, мы знаем, что все, как говорится, зависит от энергетики, и главное сейчас даже те же компьютеры, они же самый большой тормоз по развитию компьютеров, может быть, наступить только из-за того, что не хватит энергии, потому что сами компьютеры работают, много греют, а нужно потреблять энергию. Сейчас интернет, вот вчера только прозвучало, одна треть энергии, которая в мире вырабатывается, идет на поддержание интернета на работе с компьютерами и так далее. Одна треть всей энергии. То есть те страны, которые в энергетике отстают, не имеют такого аспекта, они, конечно, не смогут и в вычислительных вещах будут тоже отставать. Поэтому, еще раз говорю, что так получилось, инженерный суд так был построен, чтобы именно от фундаментальных исследований к практике, и ясное дело, что головное везде это у нас энергетика, то есть через энергетику, через новые материалы мы вот эту вещь строим. Ну, тут я думаю, что я уж чисто увлекаюсь, потому что сама идеология, инженерный суд так построена. А так конкретно, если вопросы будут, то мы, наверное, готовы ответить. Я думаю, что слишком много выступать нет смысла, да? Тогда предлагаю перейти к вопросам. Первый вопрос. Расскажите, пожалуйста, какие экзамены, единого государственного экзамена, нужно ждать при поступлении в ваш институт? Для того, чтобы поступить в инженерный суд Казанского федерального университета, необходима математика, физика или информатика на выбор, и, конечно, русский язык. При наличии результатов ЕГЭ по этим дисциплинам, по этим предметам, абитуриент может рассчитывать на поступление в инженерный институт Казанского федерального университета. А есть ли какой-то средний балл, который предполагает поступление? Ну, поскольку мы все-таки стремимся давать качественное образование, и приходя в инженерный институт, как уже сказал Найль Фаикович ранее, необходимы достаточно уверенные знания в области математики, химии, физики, то, как правило, наши абитуриенты — это выпускники школ, которые сдают достаточно высоко ЕГЭ. Ну, не ниже 65-ти однозначно. Ну, конечно, мы стремимся повысить свой средний балл, это до 75-ти, конечно. Ну, вот я на это отвечу, да, ситуация какова. Скажем, как не возьмете, скажем, взять информатику и физику. Как ни крути, информатику все сдают средний балл по России гораздо выше, чем средний балл по физике. Вот, понимаете? А, ну, к сожалению, так, во-первых, готовят недостаточно, может быть, хорошо, но, с другой стороны, и вопросы очень сложные, да, и, допустим, сдавать по информатику на компьютере через тесты проще, чем, допустим, сдавать ту же физику через компьютеры, потому что надо практические решения и так далее. То есть, поэтому, конечно, вот у нас из-за того, что, например, на кафе технической физики и энергетики, мы, конечно, принимаем только математику, физик русский. И вот этот балл по физике, он, конечно, несколько, очень, ну, скажем так, один из самых, ну, если так сказать, даже он самый низкий в целом по России получается, когда средний сравниваем с другим. Тут, поэтому, конечно, есть сложности и в плане того, что физика, но, с другой стороны, это, конечно, мы четко понимаем, что с физикой все-таки баллы будут ниже. Поэтому тут тоже есть моменты, которые, скажем, позволяют к нам поступить более, может быть, низким баллом, скажем, чем, если иметь по обществознанию, например, да, или там, не знаю, скажем, ну, по истории или там что-нибудь, да, но ситуация такая, что наши баллы именно, вот, хотелось бы, чтобы не только ЕГЭ, ЕГЭ это есть, мы знаем его и недостатки, и хорошие стороны, надо те люди, которые, ребята, которые физикой заинтересованы, заинтересованы тем, о чем я говорю, то есть они, даже если балл у них низкий, они не должны бояться поступать, посмотреть надо, понимаете, то есть средний балл все время плавает. Исходит это еще от плана приема, понимаете, то есть, например, сейчас многие вузы отказываются от технической специальности, а сейчас, наоборот, вот даже есть Мишустин выступил предложение, чтобы увеличить прием на инженерной специальности. То есть это, конечно, приведет к некоторому спаду в среднем Балига, но это не приведет к тому, что люди меньше, хуже знают, то есть надо стараться, и все спокойно все это будет. То есть почему я вот и говорю, что средний балл ЕГЭ, к сожалению, он не очень хороший показатель. Если нас сравнивать с теми, кто сдает там английский, русский и общество знаний, или те, кто сдает математику, физика, физику русский, то, конечно, есть нюансы. Ну да, я на самом деле с вами согласна, физика действительно сложный предмет для сдачи, и в принципе для изучения, и не всем он дается, а если сравнивать с информатикой, то действительно мы все сейчас более, так скажем, направлены в цифру, поэтому возможно... Нет, поэтому не надо бояться, что по физике у вас, допустим, несколько средний балл ниже, все равно надо идти, вы же все равно учитесь, главное знание не столько даже... Ну, ЕГЭ это есть в какой-то степени элемент везения, понимаете, тут ничего не поделаешь, поэтому если вы настроены, понимаете, да, что у вас средний балл будет ниже по физике, чем по общесознанию, все-таки если вы на физику настроены, идите к физикам, идите вот именно, если хотите заниматься внедрением промышленности, то есть надо идти туда. Даже если балл, конечно, не сравним с общесознанием, но в среднем, я очень поэтому говорю, что в университете баллы, скажем, для международных отношений там высокие, у нас, конечно, ниже, этот момент есть, но это не означает, что у нас студенты хуже знают, просто они по другой специальности идут. А скажите, пожалуйста, при поступлении в ваш университет, в ваш институт, помимо сдачи единого государственного экзамена, нужно ли сдавать какие-то внутренние возможные экзамены? Внутренние вступительные испытания у нас предусмотрены для студентов, которые закончили среднеспециальное образование, СПО. А для абитуриентов ЕГЭ – это основной критерий, к которому они поступают. То есть вот про СПО как раз было сказано, то есть наша тоже задача, именно в СПО их учат непосредственно на промышленности работать, а мы уже дальше, приходя в университет, они могли взять фундаментальные знания, и вот это единение позволило бы им в дальнейшем лучше внедрять то, что, допустим, мы разрабатываем сами же. А чтобы поступить в ваш институт на бюджетные места, сколько баллов нужно? То есть от скольки начинается бюджет? Ну, как уже говорил, нафиг, это достаточно плавающе, и если вы зайдете на сайт приемной компании, вы не увидите четкого критерия, какой балл должен у вас быть. Поэтому дерзайте, сдавайте хорошо, приходите, и уже будем смотреть, будем на месте определяться с поступлением. Ну вот средний балл, который был озвучен, там 65-67,5 идет, это средний балл. Понятно, что у нас есть ребята, которые там баллы имеют, и средний балл там получается, сколько, средний, не знаю, но в целом, допустим, по три экзамена, они до 200-200 с лишним, допустим, баллов имеют, то есть если делить, то там около 80 и так далее, да, то есть и такие есть. Но есть, конечно, и, допустим, у нас есть такое понятие, еще целевой прием, если от предприятия мы, допустим, берем, там уже свой конкурс. Но опять-таки, вот все завязано на то, чтобы их способности знания от предприятий можно было бы еще собрать с фундаментальными и дальше опять на предприятие идти. Вот достаточно. А так вот баллы, наверное, услышали, да, что 65-67 средний балл, и, соответственно, тут уже плюс-минус ненамного в разные стороны играет. От 80, допустим, получается, до 60, может быть. Расскажите, пожалуйста, вообще какие направления магистратуры существуют в вашем институте? Ну это касается вот того, что это бакалавриат только, магистратура другая. Да, 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 это... Ну, у нас, как и, в принципе, во всем университете, многоступенчатая система подготовки, то есть начинаем мы с бакалавриата и в магистратуре. Так получилось, что у нас в инженерном институте направление магистратуры значительно больше, чем бакалавриата. Связано с тем, что фундаментальная основа знаний, которые они получают в бакалавриате, дает им возможность дальше расширить свои профессиональные компетенции. Это и техническая физика направления магистратуры, это и медико-биологические аппараты системы и комплексы, это и медицинская клиническая техника, это и роботизированные технологии, инновационные технологии в робототехнических системах, это интеллектуальная собственность, это метрология, стандартизация, сертификация. Достаточно большая палитра направления по магистратуре. Подготавливают три кафедры. По энергетике, да, надо сказать. Как раз давайте добавьте. Хотела, да. И даже сам добавь, потому что у вас есть и бакалавриат, и магистратура. На нашей кафедре осуществляется, ну, во-первых, кафедра, она экспериментальная, ну, не экспериментальная, она была создана по инициативе на Эльфа Иквич и руководству Инженерного центра Энергопрогресс. На сегодняшний день на кафедре энергобезопасности происходит подготовка по направлению бакалавриата, это проектирование и управление объектами топливно-энергетического комплекса. И магистратура, это направление в рамках инноватики управления жизненным циклом объектов топливно-энергетического комплекса. Это, наверное, квинтэссенция того, о чем говорил Альфа Икович. Дело в том, что мы в Инженерном институте прекрасно понимаем, что претендовать на квалификацию инженерных вузов, таких, которые существуют в Казани, нам немного сложно просто в силу того, что это немного другая деятельность, другая наука. Но на сегодняшний день просто знать, если это касается энергетики, аппараты, турбины, как они работают, взаимодействия сетей и прочего, это не совсем достаточно для того, чтобы быть успешным. Необходимо, в первую очередь, понимать, как это устроено, может быть, не зная, как считать профиль лопатки для турбины, которую установлены на станции, но понимать взаимосвязь объектов топливно-энергетического комплекса между собой и их взаимодействие с юридической составляющей, это очень немаловажно, их взаимодействие с областью, которая касается повышения качества оказываемых услуг, потому что, в конечном счете, тепло и электричество идет потребителям, как граждан, так и промышленным предприятиям, и так и с точки зрения того, что называется техносферная безопасность, это очень важно. И нюанс, допустим, инженерных вузов в том, что они готовят достаточно узких специалистов в узких областях, турбинист-энергетик-энергетик, наша задача готовить людей все-таки более менеджерских, которые, имея представление о том, как это все устроено, то, что сейчас называется soft-skill, обладают еще дополнительными знаниями в областях, как этот процесс обеспечить и взаимовязать между собой. И в дополнение я просто хотел бы еще отметить, что, допустим, программы обучения и их содержание, они в нашем случае не писались, конечно, с нуля инженерами, то есть специалистами, которые работают. Вот у моего основного работодателя, это же инженерный центр «Энергопрогресс». Но когда учебные программы верстались, мы занимались тем, что с главным инженером, Денис Михайловичем Светковичем, сидели и просто попредметно шли и обсуждали, что из практических вопросов должно в обязательном порядке донесено быть студентов. Поэтому наша задача и наша кафедра — это создать таких комплекс специалистов, которые имеют понимание того, как устроена энергетика, от теплоэнергетики до, буквально, Татнефть — это тоже энергетика, и до того, как заставить это хорошо работать на уровне управления системами, процессами, системы качества и, конечно, обеспечения безопасности. Потому что на сегодняшний день процентов 80 работы инженерного работника — это охрана труда. То есть сделать так, чтобы оборудование, которое работает, работало хорошо, безопасно и энергоэффективно. Добавлю только одно, что, допустим, когда сейчас может сложиться, что только по традиционной энергетике, а вы, допустим, разрабатывали сейчас водородную энергетику. Почему, допустим, и передовую инженерную школу по водородной энергетике для, скажем, для КАМАЗа и так далее двигателя, почему это стало возможно создать в университете? А потому что фундаментальные исследования именно, допустим, по созданию твердооксидных топливных элементов или по водородных элементам, исследования самих процессов, которые происходят при генерации водорода, для которого потом применяется, или для того, чтобы сохранить энергию. То есть такие исследования в университете, как в институте физики, как в институте химики, как и в инженерном институте, они все ведутся. И теперь уже наша задача, зная это, мы можем спокойно дальше внедрять. А ведь что получается, вот, скажем, безопасный энергоэффективно? Как стоит только перейти к водородной энергетике, пожалуйста. А сейчас газомоторное топливо, которое уже развито. А ведь еще, опять-таки, много вопросов связано с этим, скажем, есть сжиженный газ, есть, значит, скажем, под давлением газ, да, то есть, соответственно, у них свои моменты есть. Вот, например, на технической физике даже рассматривают вопрос, когда состав газа меняется по ходу, допустим, работает котел для обогрева, а состав газа меняется. Взаимоотношения именно, допустим, добавление туда водорода, или в соотношении с кислородом, как это будет, то есть и химия, и физика, как это в самом котле еще происходит, как идет горение, это идет дополнительные вещи. А когда мы говорим о водородной энергетике, то тут уже вообще вопросы, связанные с горением, не годятся. Например, если брать, скажем, те же самые мусорные полигоны, да, все, вот, да, вот мы строим завод по сжиганию мусора. Хорошо, это сжигание, это опять выбросы и так далее, да, сколько сложности появляется. А есть технологии, которые связаны, допустим, плазменные технологии, которые позволяют за счет электроэнергии получать, допустим, из мусора свальный газ, свальный газ пропускать через твердооксидные топливные элементы, то есть это не через механические системы, хотя существует и механическая система типа двигателя внутреннего сгорания, пропускать, получать электроэнергию, которая идет, опять-таки, на плазматроны, которые уже позволяют утилизовать, скажем, тот же самый мусор. То есть именно создание системы с указанием нахождения путей безопасности, допустим, хранения этой электроэнергии и безопасности работы, здесь уже, пожалуйста, нужно. И опять-таки мы смотрим на что? Как я и говорил, нам надо быстрее это на практику. Вот я сказал теорию, что мы делаем, а вот нужна базовая кафедра, которая занимается в энергетическом комплексе. И если появляются новые вещи, новые системы, например, таких домов, которые с применением твердых топливных элементов, где-то уже 50 тысяч в Японии запустили, которые именно на этом работают. А нам ведь это тоже нужно, мы же не можем отставать. Мы, соответственно, это внедряем и в Татэнерго и так далее. У нас работы в этом направлении тоже ведутся. То есть и обучаем мы, мы готовим уже людей, которые придут туда, уже зная эти вещи, а не так, которые уже знают только то, что сейчас существует. Вот в этом отличие как раз инженерного института. То есть мы даем то, что даже формируем, то, что будет завтра. И тут спокойно, завтра будет очень быстро. Вот мы же про телефоны только что говорили, это заступило буквально, как говорится, 30 лет и все. То есть вот то, что я говорю, это и водородная энергетика, и вот это целые комплексы, скажем, связанные с утилизацией и так далее, это все равно будет быстро. И вот наши студенты, они отучились и уже, я так думаю, что они уже будут это внедрять. Вот в чем задача инженерного института. И вот как раз есть конкретные кафедры, которые уже близко к промышленности. Я про свою кафедру говорил, как кафедры, которые научные исследования и весь доводят. Дальше вот так мы идем. Плюс, подговорили по интеллектуальной собственности, что это была защита, чтобы уже нас никто не забрал, как говорится. То есть мы же на мировом рынке работаем. То есть все вот это в комплексе, это все позволяет сделать инженерный институт. Ильдар Амельевич, тогда вопрос к вам. Я правильно понимаю, что для своих выпускников в вашей кафедре вы гарантируете трудоустройство? Ну, смотрите, гарантировать трудоустройство мы, конечно, никому не можем. Просто потому, что мы являемся коммерческой организацией, которая выполняет определенную задачу. В первую очередь, платить зарплату, выполнять работы для наших заказчиков, платить зарплату сотрудникам. И несет ответственность перед нашими учредителями в плане прибыли, перед государством в плане налогов. Но, понятное дело, что, допустим, сейчас среди тех людей, которые учатся у нас на кафедре, я выделяю для себя людей, которые мне интересны. И когда, во-первых, мы организовываем практику наших студентов, от банальных экскурсий до практики наших студентов на объектах инженерного центра «Энергопрогресс», показываем объекты большой энергетики, допустим, мы были в РДУ Республики Татарстан, это системный оператор. Мы им показывали буквально, то есть стоило им поступить, мы повезли их на ТЭЦ, потому что большое преимущество, допустим, объектов ТЭТЭНЕРГО в том, что на все станции, которые относятся к ТЭТЭНЕРГО, на них установлены практически установки генерации пары электричества, то есть блоки ПГУ ГТУ, кто понимает, о чем речь, которые являются последним словом в энергоэффективности, энергобезопасности, именно в большой энергетике генерации. И те люди, которые себя показывают хорошо в процессе обучения, конечно, они на карандаше, и мы по возможности окажем им содействие для того, чтобы в дальнейшем их качества работали на благо нашей компании. Ну и в ТЭТЭНЕРГО и вообще в энергетике. С одной стороны, все правильно, с другой стороны, у нас даже магистры, которые у вас учатся, часть из них еще у нас и работают в энергопрогрессе. Я в следу уже собеседование в ТЭТЭНЕРГО институте для того, чтобы стать сотрудницей на инженерный центр энергопрогресса. То есть ситуация такая, что почему, допустим, прибыль, подготовленные люди, они знания имеют, которые нужны прямо сейчас, но в то же время они обладают каком-то знании, которое понадобится им в дальнейшем, и на эти предприятия в том числе. Вот что он хочет сказать. Поэтому у нас, я считаю, что трудоустройство, никто никому никогда не гарантирует, это жиночная система, да, но трудоустройство наших выпускников пока находится на более предпочтительном уровне, потому что они знают еще, что будет дальше. Вот в чем дело. А может быть, вы сотрудничаете с какими-то руководителями и работодателями, которые готовы тоже принимать выпускников инженерного института к себе на трудоустройство? Ну это, конечно, тут вопрос. Нет, вот по линии ТЭТЭНЕРГО, мы как раз, очень большую нам помощь оказывает генеральный директор ТЭТЭНЕРГО, он сам курирует эту кафедру и так далее. То есть на все, он четко понимает, что мы базовая кафедра энергопрогресса, а энергопрогресс это дочка ТЭТЭНЕРГО. То есть он прекрасно понимает, что если люди пройдут еще обучение у нас и проходят это совместное энергопрогресс, которое обслуживает, и которое всю их технику и видит дальше, то есть через это он еще лучше к себе получает специалистов. То есть подготовлены на базовой кафедре, они более сильны, чем, допустим, подготовлены на другой базовой кафедре. Я не хотел, чтобы Николаев стал бенефисом кафедры энергобезопасности, поэтому... Нет, нет, тут дело не в бенефисе, дело в том, что вот именно, я хочу сказать, что чем заключается именно инженерный институт, что такое там единение. То есть ведь опять-таки, например, если закончил техническую физику, он может пойти в магистратуру на, скажем, на базовую кафедру. Если закончил, допустим, управление качества, бакалавриат, он может пойти на биомедицинскую инженерию, магистратуру. То есть знания, которые они получают, позволяют им в магистратуре конкретизироваться по направлению, быть на острие. И, соответственно, у нас все преподаватели, они еще занимаются наукой, работают там, да. Вот даже, скажем, Эльдар Ромильевич, он же ведь у нас сотрудник еще энергопрогресса, он там определяет и знает полностью направления, которые нужны, правильно, по роду должности, да. Четко вынужден это знать, потому что у тебя работа такая. То есть, понимаете, мы вот этим еще приближаем. Мы знаем, скажем, какие фундаментальные исследования надо проводить. Это дело, но мы не можем оторваться от того, что нужно сейчас и что будет нужно завтра. То есть вот это единение, как говорится, я все-таки больше диалетическим материализм придерживаю, единство и борьба противоположности. С одной стороны, нам надо сейчас это сделать, а с другой стороны, нам надо развиваться. Это потом. То есть требует, получается, с одной стороны, для развития нужно что-то новое, а для того, чтобы хорошо работать сейчас, надо использовать то, что уже есть. И вот здесь мы такое сочетание даем. То есть мы, развивая новое, используя старое, даже вот я не зря сказал, сжигание, допустим, обычных котел, которые для обогрева в здании требуются, да? А уже зная неравномерный состав газа, применяя там соответствующие различные водородные добавки, или у нас есть так называемая фичка, это вибрационное горение. Раньше для самолетов это было вредно, а здесь это позволяет улучшить коэффициент теплоотдачи и так далее. Понимаете, вот какие вопросы, то есть, но в то же время это нужно сейчас и сегодня. А методы были разрабатывались, они были как вредными, когда еще только на заре даже этой, как говорится, авиации, они им как вредные, сказать, а мы уже дальше развиваем направление, сейчас понимаем, что это полезно и внедряем в другую отрасль совсем. Вот в чем суть. На самом деле, да, я с вами согласна. То есть, ваш институт предоставляет такие обширные знания, и в принципе, выпускники вашего института не остаются, так скажем, как горячие пирожки на расхват. Расскажите тогда, пожалуйста, поподробнее про направление управления интеллектуальной собственностью. Такое вот управление. Управление — это магистрская программа управления интеллектуальной собственностью, реализуется она в рамках направления подготовки инноватика. В рамках этой программы мы изучаем такие вопросы, не только защиты интеллектуальной собственности, но и вопросы очень важные и актуальные, как коммерциализация интеллектуальной собственности, оценка интеллектуальной собственности. Очень интересное направление с точки зрения оценки, потому что мы знаем, как оценить недвижимость, мы знаем, как оценить автомобиль, а как оценить интеллектуальную собственность, вы не найдете ни одной автоматизированной программы или какого-то, например, справочника, где по заданию определенных критериев вы можете оценить, сколько стоит ваша интеллектуальная собственность поэтому выпускники данного направления наши магистранты они становятся начальниками патентного отдела у нас была такая практика когда наши выпускницы проходили практику на предприятии в течение обучения магистратуре это же бакалаврят это уже в общем-то специалисты которые далее развивают свои профессиональные компетенции и на выпуске их уже собственно ждали должности менеджеров среднего звена они продолжают работать мы поддерживаем связь с нынешним с мной со многими выпускниками они приходят и к нам в гости и по роду своей деятельности мы приглашаем их к нам инженерный институт они делятся своим опытом в рамках до по программ доп образования у нас есть программы доп образования как для студентов так и для сотрудников предприятий и вот буквально зимой мы реализовали достаточно большую программу по интеллектуальной собственности к нам приезжали наши коллеги из уфы из башкирии разноплановые разноплановые специалисты и всех нас объединила именно интеллектуальную собственность каждый нашел каждый специалист своем деле нашел ту точку соприкосновения который может работать интеллектуальной собственность поэтому направлении интеллектуальной собственность можно смело сказать что это неотъемлемая компетенция современного специалиста в любой сфере деятельности в любых профессиях это знание которые необходимы у нас в современном обществе следуя современным тенденциям рынка труда добавлю скажем что по интеллектуальной собственности мы говорим что она вот необходимы и так далее все это все это понятно но вот тогда было сказано что нету программ таких раз то есть мы еще занимаемся и у нас студенты в этом магистры участвуют принимают части в развитии таких программ то есть мы пишем у нас есть значит компьютерные программы до когда мы сделали в этом плане они у нас даже были куплены руденом да то есть мы соответственно да то есть наш уже допустим программа который по учету интеллектуальной собственности была по учету и по развитию передам там другие вузы то есть мы в рамках вот интеллектуальной собственности деятельности занимаемся и не только обучением студентов но и сами еще делаем за соответствующие разработки и так далее то есть мы например для той же башкирии создавали свое время знать программу развития по той и петлю то ли собственно них там да у нас есть сами знаешь что татарстан первый кто получил патент за развитие программы развития именно интеллектуальной собственности то есть все эти вещи они нужны именно исследований в этой области тоже занимается кафедра у нас допустим кафедру управления качества биомедицинской инженерии которые ведут как конкретное применение допустим патентов получения да так и дальние так и развитие самой теории этого просто самым сама именно именно и не только теория уже как применить как сделать так чтобы учет интеллектуальной собственности был и на предприятиях шел у нас например даже скажем вот у нас работает человек который диссертацию кандидатской защищал по учету интеллектуальной корпоративной и титарь собственно допустим а барс холдинги то есть уже такие вещи потому что это все все крупные хоров предприятия понимают что без учета интеллектуальной собственности без коммерциализации нет коммерциализации без учета и вот без этих вопросов нет уже сейчас современного мира не любое изделие любой у нас или патент или что-то по-другому не бывает то есть вот уже а если неправильно это поставить то соответственно ну не только прибыль не получено и да наоборот даже внедрение будет плохо но представьте если у вас есть что-то да она не запатентовано о нем никто не знает правильно раз она и запатентовано как ее внедрить а когда взял патент люди изучают патенты соответственно покупают патенты если создать целую систему что к сожалению в российской федерации слабо развита именно система продаж и реализация рынка патентных интеллектуальной собственно это очень серьезный вопрос и вот в решении этого вопроса наши кафедры тоже принимают участие то есть должны понимать ребят не только написать патенты как его защитить но и как вообще это организовать работу вот когда у нас идет бакалавриат есть по управлению качеством а это как раз тоже именно в одним из аспектов управление качеством это как идет организация это такой же работа хотя аспекта там на гораздо много больше я наверное еще чуть-чуть добавлю да уж пока вокруг интеллектуальной собственности говорим что о своих юных кулибинах кулибинах до среди школьников среди детей которые учатся в школе мы уже начинаем знакомство с ними на таком конкурсе как республиканская олимпиада это кулибина 21 века который мы проводим совместно с министерством образования науки республики татарстан и обществом изобретателей и рационализаторов республики татарстан то есть мы не просто абстрактно работаем с интеллектуальной собственностью а мы делимся своими практиками мы изучаем практики поскольку именно творчество она рождается именно в школьном возрасте с мы гордимся что среди наших студентов учатся ребята которые становились победителями в разные годы на этих конкурсов конференция лобачевского известная рейтинговые олимпиады конференция научная конференция и миколай лобачевского у нас тоже там своя инженерно-техническая секция на которые приходят также ребята с творческим мышлением и своими первыми разработками уже на этом этапе мы знакомимся с ними уже там мы даем какие-то те дельные советы и очень отрадно когда спустя три-четыре года ребята шестиклассники семиклассники приходят к нам закончу свои школы в инженерный институт для того чтобы развиваться ребята в студенчестве создают стартапы на базе своих патентов то есть это не просто документ это не просто какая-то процедура через которую студенты проходят говорю студенты это не преподаватели не научные руководители это целая команда то есть мы наставничество у нас присутствует старшие коллеги в общем-то прививают студентам именно вот эти вот базовые науки дисциплина интеллектуальную собственность у нас уже изучается на первых курсах всех направлений бакалавриата у нас интеллектуальную собственность это сквозное направление не только магистратуру по интеллектуальной собственности не только в инженерном то есть мы преподаем именно интеллектуальной собственности в институте физики химии то есть мы преподаем и другим потому что еще раз говорю что это необходимо допустим фундаментальным исследованием этого еще нет но надо все равно это обязательно запатентовать потому что потом чтобы можно было это внедрить и уже преподавание в этой интеллектуальной собственности мы ведем и там почему поэтому говорю что мы сами занимаюсь наукой в эту область именно в области развития и это преподаем в этом еще отличие университет то есть он всегда на острие он учит студентов тому что сам сейчас изучает понимаете а не то что было изучено давно елена сергей вы затронули тему школьников хотела спросить организуете ли вы подготовительные курсы для школьников может быть есть какие-то дополнительные занятия ранее у нас были профильные классы и целый бачевского и других средних вообще образовательных школах а сейчас мы немножко у нас таком так скажем стоп формат на паузе мы немножко стали потому что будем переформатироваться и ближайшее время мы тоже планируем нет ситуация такая что сейчас все поступают по егэ понятно что егэ кто учит лучше где учить он допустим именно те которые там допустим физику надо проходить в институте физики наверно то есть кто преподает физику или допустим в химию там где химия там при формате к там где информатика мы же поэтому скажем мы можем дополнительно это оказывать допустим подготовку но мы работаем именно с другими институтами у нас единый университет понимаете подготовку к егэ уже по тем специальностям ведут значит в тесар профильные по химии в институте химии по физике там в институте физики по русскому языку у нас есть и кафе русского языка да то есть везде эти подготовки ведутся мы же работу ведем с ними и на на начальном стаде чтобы уже привлекать к себе к нам вот поэтому тут чисто подготовки конечно от нас тут добиться трудно потому что нет такой специальности инженерии где симбиоз это подготовить и такого его нет вот чем в сложности то есть если бы и г не было были бы допустим просто физик математика да то нам было бы легче потому что мы бы давали тем когда они готовят к физике они вы знали как это применяется конкретных вещах но это мы были бы лучше чем физики потому что мы вы показывали применение им было бы легче сдать экзамен но сейчас же как там четко написано формулы с четко написано законы которые уже известны давно их надо просто знать и написать понимаете вот это егэ поэтому я очень много с этим связывался когда егэ только вводилась допустим это очень даже марийская вот началось самое первое введение было марил и тогда уже были проблемы что скажем в регионы все которые хорошо дают егэ москву и так далее еду до в регионах оставались уже те которые не поехали туда да и а уже начали деньги давать на вуз исходя из того что какую оценку получили по егэ то есть вот эта вся путерьма до того привела что у нас допустим получается столичные вузы считаются как бы сильные наши вузы пытаются оказать недостаток но университет доказал что даже в этих условиях что неправильно у нас многие скажем у нас даже учатся из москвы не только там уж иностранцы москвичи тоже учатся у нас в университете то есть это как говорится егэ хорошо можно в любом месте учиться в то же время немножко она оттягивает именно даже вот наши лицеи лобачевская дороже многие уезжают москву и так далее считаю что это неправильно потому что уровень образования уровень науки у нас в университете очень сильный и соответственно я даже считаю что вот эти значит кто закончил лицей лобачевский наш айти лицей или инженерные колледжи каи там это или кахты они элементарно должны смотреть и на собственные вузы потому что именно здесь ну как сказать во-первых ты у себя это уже легче существует бытовом плане на уровень образования у нас ни капли ни ниже чем у других вузов мы же работаем также у нас вот если бы у нас есть консорциум который ходит там и бауманка и станкин там и мфт и сейчас мфт и их вышло предложение чтобы мы сделали два этот дипломный по магистратуру на две специальности год у нас год в мфт и этого они бы не пришли если у нас был недостаточный уровень понимаете у нас даже в оснащенности по некоторым вещам лучше чем московские вузы то есть поэтому обучение здесь я считаю что она ни капли не хуже в плане знаний чем допустим московские вузы то есть хотя все почему-то думают что допустим мго лучше скажем с тем же физфаком мгу мы также работаем и с другими институтами чем они лучше и говорю же многие оттуда ну из-за бытовых сложностей допустим переводится потом к нам потому что уровень образования у нас высокий есть ли у вас в институте междисциплинарные направления что значит междисциплинарные у нас все междисциплинарное вот я пытаюсь сказать что да допустим энергетика физику нас в том-то и дело что и помните смотрите как вот ну любой любой инженерии до любой ну допустим вот здесь вы скажем вот вас связь да вы поставили шоу ведете да что нужно для здесь ли вам вы даже должны посчитать сколько времени вы потратите сколько свет у вас уйдет и какие стоит ли допустим этот инсталайв проводить если никто не придет нам учиться а вы потратили столько электроэнергии например то есть ведь ситуация даже это а в инженерии без этого никак то есть если ты делаешь какой-то прибор если этот прибор энергозатратный то он не будет работать вот я вам говорил только что про плазменную утилизацию она была известна давно почему ее до сих пор плохо применяют а потому что не было замкнутой системы чтобы получать электроэнергии из того же мусора как только новые технологии появились точнее новые фундаментальные исследования которые мы сейчас доводим до технологий это позволяет развивать то есть у нас в принципе все междисциплинарное когда даже время интеллектуальной собственность памяти человек который нам пришел в магистратурная собственность он уже закончил допустим или институт физики или у нас кафедру технической физики или кафедру энергетики по скажем по бакалавриат у него уже знание есть теперь он их уже приводит именно в той области чтобы уже и другим это преподносить как надо патентовать то есть если он не умеет сам не делал патент если он не знает не разбирать какой-то конкретные отрасли допустим чему обучали то что он будет коммерциализовать как он будет эти патенты дел у нас как раз заключается в том что ведь сегодня в современном мире и в современной инженерии нет чисто каких-то узких задач потому что любая техническая задача это только фундамент потому что скажем изобрели если мы берем там задачи инженерного уже не некого инженерного устройства будь то от телефона до турбины или автомобиля есть физически основы процесса которые упираются в банальное материаловедение и обеспечение прочности машин некоторые расчетные системы которые необходимо чтобы все спроектировать машинные комплексы чтобы это все изготовить дальше остается как бы есть юридическая составляющая потому что мы это вы можете у себя на даче собрать на коленке мотоблок и по ним кататься в пределах своей деревне если вы на этом устроитесь попытаетесь выехать на дорогу у вас будут серьезные проблемы потому что ну что это такое то есть есть вопросы сертификации есть вопросы обеспечения энергетической эффективности потому что ваш мотоблок скорее всего как не соответствует экологическим нормам так не будет соответствовать ну банально будет очень много бензина кушать для того чтобы ехать значит если мы рассматриваем задачи обеспечения качества продукции это ведь тоже от вопросов метрологии сертификации потому что деталь должна быть изготовлена в четком соответствии с проектным заданием то есть это размеры значит вот как бы это же очень непростая задача если у вас есть условный вал и вам нужно его вытащить и вот там на 38 целых восемь сотых и какая-нибудь там посадка с натягом там должна быть я думаю там механики разбираются а значит и это целая система и вот такая вот книга которая в которой указано как это все делать и человек по метрологии во-первых должен понимать как это все измерить во вторых как это все изготовить и а следующая задача это еще и юридическая составляющая потому что мы живем в мире которые достаточно жестко зарегулированы самыми разнообразными нормативным актами как локальными в пределах одной организации так гостами остами и международными соглашениями и 10 как раз встает вопрос соответствия гостам и сопа в области обеспечения качества и в области обеспечения каких-то сил в области того как выстроить системы менеджмента качества в любой организации и человек инженер сегодняшний он и о чем как бы и что и является большому счету конвой инженерного института это человек который понимает и физику процесса то есть как бы и материалы и методы и средства как технические так и организационные юридические которые позволяют эту систему выстроить потому что опять тот же вопрос интеллектуальной собственности патентования он упирается как от мастерства но просто проанализировать прототипы подобрать такую формулу изобретения форму полезной модели которая позволит обойти эти прототипы и вот иногда вот как человек который когда-то писал эти патенты я могу сказать что иногда там в переписке с патентом ведомством ты просто до запятой пытаешься какие-то вещи и это есть ремесленная составляющая то есть правильно писать заявку а есть экономическая составляющая когда ты эту заявку составляешь таким образом чтобы обойти чужой патент и не дать после тебя еще что-то и мир он такой что ну узких специалистов сейчас они этого недостаточно нужно быть достаточно по крайней мере широким в понимании вопросов и достаточно глубоким по крайней мере в нескольких аспектах для это надо учиться в инженерной статье а для этого нужно учиться в инженерной статье я думаю это будет хорошим завершением нашего кфу лайфа наиль фейкович елена сергейна эльдар рамильевич спасибо вам огромное за участие за ваши ответы и думаю абитуриентам будет полезно послушать в студии была адалина абдрахманова это кфу лайф спасибо большое до свидания а